здравствуйте друзья у нас тут в кремниевой долине 2 часа дня и мы едем с гостем зовут руслан руслан приехал забрать свою грин карту ну грин карты еще нет номера социального страхования которые прибыли в наш офис а приехал он из сакраменто приехал на илье карифа не которого вы видели у нас на канале и вы там у них в этой тусовки да там у них целая как сказать местность за сильно отдельно получилось что отдельно но это хороший урок повышение уровня разговорного английского языка потому как когда в русской среде постоянно развитие очень слабо идет ну подойдите ну вот вы где-то там живете там скажем на на выезде не не там где русская тусовка а что это какое-то общение есть вот с соседями каким образом ваш язык вдруг стал развиваться что вы такое делаете вот там где же по месту жительства когда мы приехали прилетели сюда мы изначально забронировали комнату и хозяйка она американка и мы каждый день с ней практика хозяйкой да вот у нее было время она работает дома это удобно да и мы пытались насколько это было возможно огромная и благодарность ее зовут те те да она нас старалась понимать и старалась медленно четко говорить чтобы мы понимали слова проще фразы обороты какие-то аспорт она с образованием женщина или так как просто я не подскажу просто я заметил что американцы образованные они изумительно приспосабливаются к разговору с людьми которые слабо понимают по-английски они просто мастерски они говорят на таком английском что их понимают все то есть они умеют это делать причем мое наблюдение такое что разная реакция на непонимание у белых и у афроамериканцев значит афроамериканцы пытаются преодолеть проблему непонимания так это это кофешоп там есть или то должен быть на этом месте они преодолевают эту проблему повторениями то есть он повторяет тебе то что он сказал с той же скоростью с той же интонацией то есть не отличимо он до starbucks там есть не отличимо белый реагирует и начал видеть что его не понимают он начинает перефразировать вот такая интересная особенность я поначалу заметил и думал но это может быть один человек два вот столько сколько было вот столько столько было по-разному друзья мы перебазируем ся starbucks ну что друзья вот мы пришли попить кофейку вы наконец увидели нашего гостя как может быть я так чуть-чуть вот так еще нагрю наклоню ну вот более-менее они даже нас видеть тут музыка играет я даже набрался наглости попросил чтобы потише сделали они сказали конечно конечно ну хорошо так рассказывать откуда вы чего как как попали если не секрет бывает секрет нет секрет давайте значит меня зовут руслан я и моя семья моя супруга и сын сыну 5 лет мы с пятого раза выбирали в рынках а где жили мы жили в украине город запорожье играли несколько лет это наконец-то случилось как чем занимались занимались значит супруга банковский работник по обслуживанию и клиентов сын сами хотим а я значит у меня первое образование халит college радиоэлектроники инженер-конструктор я у этой специальности работал некоторое колледж это как бы средне специально да это технику раньше назывались техниками теперь колледж я работал по этому образованию должности инженер-конструктор по микроэлектроники разрабатывал выполнял расчеты всевозможных схем тестировал латы разрабатывал так далее трассировку печатных плат на все верно а многослойные сейчас платы сколько слоев 6 было слоев насколько я помню я помню время когда я работал в кабель делал лудьба тогда было только вот тут и тут и это было достаточно сложно металлизация отверстий это был процесс у меня отец работал на заводе который вот это как раз платы делал и в наше время их пропаивали просто вставляли плоды отверстия пропаивали потому что не получалось металлизация это достаточно проблематично было потом второе образование моё это я закончил магистратуру по специальности программное обеспечение автоматизированных систем инженер программист и на на чем программировать там учили я в направлении программирования как-то не пошел дальше мне с железяками это да это отдельный талант совершенно другой вот после магистратуры я поступил в аспирантуру планировал кандидатскую защищать но я отучился семестр и бросил потому как перспектив не увидел на тот момент у меня уже была постоянная работа в крупной строительной компании войти отделе аспирантура по какой части физика твердого тела ой ё-моё да всевозможные против физики твердого тела просто конечно вопрос что делать после этого остается открытым то есть если это будет преподавать у меня был к этому моменту некоторый преподавательский опыт я преподавал информационные технологии буквально немножко потому как доход очень низкий я искал что-то в айди направлении по специальности по уже по университетскому я меня взяли на работу как инженер по компьютерным системам по сетям я начинал вот протяжки кабельных систем вот эти все моменты там сборка чистка компьютеров и прочее это инженеры делал ну техник изначально техник был потом я перешел на инженеры системным администратором некоторое время работал и закончилась моя карьера в этой компании на должности руководителя идти отдела с английским чтобы английского практики никогда не было но вот и техническая документация это постоянно нужно говорить вы сейчас можете нет нет ну слабо очень давайте так вот лет вам 32 32 супруга по специальности кто банковский работник тоже заканчивала менеджмент что-то такое ребенка сколько лет пять лет артем значит вы приехали поселились в сакраме я начинаю вычислять денег у вас особо нету продать вам там особо ничего а если есть то дешево значит поэтому и финансово очень ограничены выйти в сакраментах уж там все подешевле на это можно пройти первичную адаптацию и английские подучите может быть там что-то какие ваши планы профессионалы сколько сколько вы здесь три недели вы еще не работаете еще не нашли вы ищите что да да но опять же без английского языка айти сферу вернуться я три года до отъезда работал в тестировании программное обеспечение у нас эти хорошо значит но английский то есть как что вы планируете делать профессионально не профессионально какую работу чтобы английский подняли сейчас мы зарегистрировались в школе по изучению английского языка это бесплатно до четверг через два дня мы идем проходить тесты чтобы нам определить уровень за определенный класс и параллельно парт-тайм возможно я хотел бы какой-нибудь без разницы англоговорящей команде работать хотя бы в тот же волна но я не знаю куда-нибудь ну тогда green card и есть проще да что у нелегалы очень ограничен спектр но вот стройка допустим когда ты легальный то есть очень много работы даже вот такая кафешка тут может стоять в принципе такой без языки человек который просто говорят нолей про три поднеси на его в общем подхватывает немножко так из воздуха вот это основная задача сейчас это школе изучать английский практиковаться где-то в какой-то среде на более долгосрочную перспективу скажем там 35 лет что на более того себе думаете таки да я хотел бы вернуться конечно либо в айти направлении либо в инжиниринг по электронике микроэлектроника вот если вам сказали вот чего хочешь то и делай вот выбирай чем бы выбрали если то что ближе к хобби и по душе по душе то микроэлектроника хорошо именно вот эксплуатация наладка или что разработка разработка печатная плата расчет электронных схем но вы не делали расчетов схем то есть вы не я делал вы работали на берег логина вещь делал на чем вы работали я дать вы чипы делали не за нет 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 плата плата это работа попроще я рассчитывал режимы работы элементов тепловые нагрузки вот это ну я понял да хорошо такая работа и конечно не программисты даже не просто но есть такая работа тоже но тем не менее у меня есть опыт в тестировании в принципе желания какие первые вот в этом три недели в сакраменто какие впечатления от америки от сакраменто люди я не знаю там может ассортимент товаров отличается может быть пища не такая я не понимаю почему достаточно большое количество людей говорит что еда не вкусная хлеб какой-то ищут не тот речка не такая нас на сегодняшний день вполне устраивает гречку я потому что вы гречку покупаете не в американском магазине нет мы в винт обрали гречку в американском но тогда но и по-другому готовить да это другая гречка ну можно купить просто ту самую гречку в любом русском магазине друзья нигде так не ходится в русский магазин как сакраменто их там много да есть русские магазины мы в одном были но чтобы нам сильно понравилось больше похоже на какой-то продуктовый склад разный магазин там народ попроще там все подешевле там соответственно без изысков так вот прямо ну хорошо так ребенок ребенку нравится вот ребенок попадают другую страну что как реагирует ребенку нравится но для него это скорее всего как увлекательное путешествие на данный момент он возможно не осознает что это вот мы здесь будем жить хорошо хозяйка пускай супруга чё говорит все довольны мы рады этим выбором мы рады этому шансу и что мы его использовали и прилетели сюда вы знаете что интересно я замечаю что вот люди которые допустим с украины там белоруссии киргизии и так далее они гораздо меньше проходят вот ломки вот этой вот имперской по сравнению с мир с россиянами от которых отказываются друзья отписываются фейсбука они там типа предатели или вот тут нет в украине такого да вот уехал в польшу уехал там в италию уехал в сша ты здесь не предатель я со всеми с кем я общался и кто знал о том что мы уезжаем всем молодцы давайте ребята делайте это правильный шаг правильное направление все только желали удачи хорошо а машинки у вас еще нет автомобиль уже купили приус какого возраста с 2007 года приус пробег пробег великого 180 тысяч но вполне о чем право 3 600 плюс регистрация в общем не вышло 4 4 тысячи десятилетний приус 180 тысяч это просто говорит о том что вы на нем долго то не ездите а вот допустим там на работу найдете там отдадите супруге там по магазинам возьмите себе что-то для более надежного доезжания до работы он в принципе в эти машины на которые 180 что даже приус она может быть сломаться завтра а может еще лет пять хорошо это как бы то есть мы видели японские тащи которые по 300 тысяч ходят и по 250 ходит я в такси некоторые есть 500 тысяч ходят приусы в такси даже если ваша машина проходит пробегать пробежит еще 20 тысяч спокойно вам на два года хватит однозначно поэтому а вот а вы присматривались чему-то может быть чуть дороже вот разница в качестве если бы еще подоложить что можно было будет нет не присматривались нас приус устраивает своим расходом до нас расходы расход получается в районе 40 1 мили на голову это по городу ну я не люблю быструю и динамическую езду спокойно при том что у нас еще нет местных прав это половина того что я отражу то есть нет бензин да плюс это хэтчбэк в случае чего можно разложить туда запихнуть а бензин почем там с акрометами кажется дешевле должно быть чем 323 40 нас за вот эти дни что мы ездим на нем в принципе все устраивает пускай он работает надежно и дальше ну что же хорошо может быть вы что-то посоветуете ребятам которые вас смотрят и я могу сказать просто что у меня в сознании за последние лет пять-шесть недели 10 а вот лет пять-шесть у меня произошла переоценка ценностей сакрамента как место для новичка потому что если раньше я довольно негативно на это все смотрел то есть как бы такое место где человека с образованием особо и делать нечего работ такая как все примитивная публика такая довольно простая там еще что то еще за это время рынок айтишный очень развился то есть там появилось много нормальных хороших работ за это же самое время цены выросли вдвое на жилье здесь не только на на покупку но и на аренду сейчас люди платят две тысячи за жилье которое пять лет назад стоило тысячу долларов в месяц и для новичка это существенно пока ты еще не зарабатываешь конечно здесь больше работы конечно здесь может быть те больше заплатят но там где платят 15 долларов вам что тут 15 заплатят что там ну может быть там заплатят там 14 примерно то же самое но если вы начинаете уже прилично получать если вам платят там допустим здесь 120 тысяч а там вам заплатят даже 100 то вы будете просто король вы на эти 100 сможете каждый год покупать такой любой и сдавать его в аренду и вам хватит поэтому кроме того что вы будете жить нормально поэтому я как-то все больше и больше вот 7 начиная симпатизировать и кроме плюс когда появляются вот такие люди как скажут белья до перелом которые вот первичную адаптацию делают проще и делают вот как свое время например мои родители приехали там начало 90 и в этот момент появилась русская спутниковое телевидение опять они пожилые люди на работу не ходят общаться им не с кем по-английски они не говорят и вдруг у них целый дом целый день телевидение как моя мама гавкает на хай гавкает вот так это создает среду определенную подет это гораздо легче гораздо легче ты переживаешь эмиграцию адаптацию поэтому вот такие ребята как илья и вот вот это комьюнити которая возникает это это просто здорово янгер здесь такого не знаю ну то есть можно сказать что наша школа какую-то такую функцию выполняет но мы не мы не занимаемся вот ну вот этим то есть мы не не повезем вас куда-то где живешь там все свои там и так далее мы не по этой части совсем то есть это как раз именно вот такие самые базовые фундаментальные вещи они делают что очень важно то есть ты приехал у тебя есть куда чемодан поставить правда но в любом случае даже когда есть вот такие люди во первых если вам упадает шанс ребята обязательно используйте этот шанс переехать что-то поменять в жизни к лучшему и обязательно готовьтесь готовьтесь по мере своих сил возможностей как-то облегчить снять жилье арендовать машину заранее присмотреть где вы будете дальше чем заниматься вот эти все моменты очень важны и тем более если вы едете с семьей с ребенком это большая ответственность интересно что вот наш гость он дал адрес школы чтобы получить там грин карту и номер социального страхования а до этого может быть он еще не знал куда поедет он давал адрес нашего можно сказать блогера кореша значит который зовут другая америка мы гостили год назад это было год или два я уже у меня уже все с даже два года назад сергея мы гостили в этом сайте мишин и и ездили там по плантациям яблочным там дегустировали алкоголь да вот поэтому люди которых допустим нет нет адреса еще там находятся вот есть блогеры в конце концов есть соцсети там есть форумы есть youtube канал и тогда ваши родители давайте напоследок чего родители говорят родители счастливы и довольны что дети к чему-то стремятся и потихоньку потихоньку переходят на более высокий уровень жизни ну и хорошо давайте родителям привет передадим родителям огромный привет огромная благодарность за все счастливо пока